В этом году школа Леонардо Сидел отмечает свое 25-летие. За эти годы мы подготовили уже больше сотни тысяч студентов. А что нас отличает от других? То, что мы специализируемся на помощи тем, у кого плохой английский язык. Мы готовим студентов, которым необходима поддержка в подготовке к экзаменам. Мы помогаем преодолевать языковые барьеры и достичь успеха в образовании. Вы успешно сдаете все экзамены, несмотря на ваш слабый английский язык. Мы предоставляем уникальные методики и подходы, которые помогут вам добиться желаемых результатов. Первый этап получения Сидел. Вам необходимо получить сертификат LDT. Вы у нас можете сдать его на английском, на русском, на испанском и на украинском языках. Вот наш сайт для сдачи на сертификат LDT на разных языках. LDT Miami.com Значит, вот смотрите, здесь есть английский, русский, украинский, испанский. Также мы предоставляем возможность сдать на хазмат. Итак, сейчас я вам покажу, как сдается на русском языке. Легко и просто. Открываем, значит, смотрите, LDT на русском языке. Открываем нашу страничку. Переходим на LDT Russian.com Значит, и здесь вы, когда вы оплатите, вы зарегистрируетесь и вы можете перейти на пробный тест. То есть, что такое пробный тест? Вы тренируетесь сначала, да? То есть, вы открываете пробный тест. Значит, и начинаете тренироваться. Вот смотрите, как легко можно здесь сдать. Смотрите, первое, да? Мы думаем, допустим, грузоперевозки освобождены в государственном регулировании. Конечно, не освобождены. Понятно. Нет, да? Далее. Для получения СДО вы должны пройти теорию и практику. Ну, естественно, да. Тут думать даже нечего. Какой из категорий транспортных средств требуются специальные отметки СДО? Маленький секрет. Если вы видите в ответе все вышеперечисленное, не задумываясь, нажимаете. Это будет всегда правильный ответ. Вот смотрите, еще раз, да? Смотрим, да? Видите, все вышеперечисленное. Правильный ответ. Теперь дальше. Вы сможете управлять грузовым автомобилем без медицинской справки? Естественно, нет, мы каждые два года проходим медицину. Поэтому пишем, да, вы можете управлять без медицинской справки. Вы написали, да, ошиблись, но можете исправить, пока не поздно. Нет, вы не можете управлять. Знание пневматических тормозов необходимо для управления коммерческим транспортом, средством, оснащенным пневматическими тормозами. То есть, в самом вопросе уже сразу ответ. Если там есть, конечно, их надо знать. Да. Мы пишем, да. Серьезным дисквалифицирующим нарушением является. Значит, вот здесь вы подумаете, что здесь может быть от обратного. То есть, что точно не может быть, да? То есть, за что вас могут лишить прав? Если вы перейдете дорогу не в положенном месте, абсурд. Не соблюдать дистанцию, тоже абсурд. За это прав не лишают. Значит, остается покинуть место аварии. Понятно, да? Дальше. Прицеп на двух осях. Это полный прицеп. Я сейчас специально сделаю неправильный ответ. Допустим, пишу полный прицеп, чтобы мы посмотрели, что будет дальше, если вы сделали неправильный ответ. Сейчас пока вы можете все поменять. Не проблема. Водитель коммерческого автомобиля подлежит? Если двигатель расположен внутри кабины, впереди кабина, это обычный грузовик. Теперь смотрите. Теперь вы можете либо сохранить и закончить позже, либо следующую. Окей, переходите на следующие вопросы. Вот теперь смотрите. У вас теперь сейчас все ответы здесь. Все правильные ответы. Все правильные ответы. Вот видите, здесь неправильный ответ, но показан, какой ответ правильный. То есть, вы так прошли все вопросы. Можете сохранить и закончить позже. Прошли все вопросы, запомнили их, записали. Это ваша шпаргалка, шпора. И переходите уже конкретно на тест. Переходите конкретно на тест. Значит, и здесь то же самое. Здесь вы вводите адрес вашей электронной почты, придумаете ваш пароль, ставите. И переходите на тесты. И то же самое, что у вас были вопросы там. Это ваша шпаргалка. Здесь спокойно отвечаете. Здесь 80% вы должны ответить. Как правило, отвечают все сразу, без всяких проблем. Поэтому, когда вы ответите, вы сразу получаете сертификат. И мы вас регистрируем в базе, в федеральной базе. Регистрируем. Когда вы пойдете в DMV, вы когда пойдете в любую школу, где будете учиться, вам потребуется этот сертификат. Значит, мы выдаем сертификат на всю Америку. Мы федеральная школа. Вот такой сертификат вы получаете. Так, следующий шаг – это получение пермита. Как мы его сдаем и как мы подготовимся. То есть, если мы, допустим, плохо знаем английский язык, как же нам сдать на пермит? Там очень много вопросов, много ответов. У нас есть своя система, которую я вам сейчас покажу вкратце. И, поверьте, это все сдают не проблема. То есть, даже человек плохо знает английский язык, он сдает. У нас это сплошь и рядом всегда. Заходим на сайт, на Brick of America. Сидел в .com. Это наше дочернее предприятие. То есть, оно нас готовит к пермиту. Значит, смотрите. Когда вы зарегистрируетесь, вы можете достать, войти на пермиту. Сидел. Вот на эту страницу вы можете зайти. Здесь есть видео. Видео вам показывает нашу систему, которую сейчас вам расскажу. Показывает нашу систему. Самая главная система – это у нас ключевые слова. Вот смотрите. То есть, самое главное, что мы разработали систему ключевых слов. Систему ключевых слов, по которым вы сможете получить пермит. Смотрите, как это работает. Вот к примеру. Сейчас мы берем просто 10 вопросов. 10 выбранных вопросов. И мы запоминаем с вами вот эти ключевые слова. Смотрите. Anytime, never, whenever, when. Запоминаем цифру 150. Break, failure. A loss, drum, spring, tank. Запоминаем вот для этого теста, запоминаем эти слова. Вот смотрите. Первое, так. Смотрите. Помните, мы говорим? 150. Первое. Это будет правильный ответ. То есть, мы не читаем с вами вопрос. Не читаем ответы. Мы с вами делаем правильный ответ. Помните, я там говорила? Never. Запомните. Whenever, whenever. Всегда будет правильный ответ. Какой был здесь правильный ответ? Правильно, 150. Дальше. Видите, break, failure. Там был break, failure. Делайте. Правильный ответ. Окей. Не проблема. Дальше. Что мы здесь? Помните? Whenever, never, whenever. Все, правильно. Вообще-то, правильный. Элоз. Легко запомните. Мы для русских так говорим. Элоз. Элоз. Правильный будет ответ. Элоз. Замечательно, да? Драм. Помните, там был у нас драм. Драм, spring, dance. Смотрим, да? Драм. То есть, мы отвечаем правильно. Драм. Опять, помните? Never. Правильный ответ. Не надо ничего учить. Видите, мы с вами не читаем ничего. Абсолютно. Повторяются. Слова повторяются. В том-то и дело, что тут не надо будет учить их много слов. Они повторяются. Blackfellery. Повторяются, да? Помним? Springs. Повторяется все это, да? И здесь у нас танки. Тэнк. Вот, видите, у нас танки, да? Танки мы играем. Все. Вы ответили. Вы правильно ответили. Видите? Вы 100% ответили результат. Вам не надо учить эти вопросы. Таким образом, вы получаете пермит. Это самое главное. Вы получили пермит DMV, и вы готовы уже к практике. У нас специальный класс. Вот, видите, студенты занимаются в классе именно по ключевым словам. Мало их никто вообще знает английский язык. Сидят ребята, которые плохой английский язык. Вот так с ними педагог занимается в классе. Так, мы получили пермит. Следующий у нас шаг, это Pre-Trip Inspection. То есть, уже пошла практика. Заходим на RecoofAmerica.com, уже знакомый нам сайт. Мы уже там зарегистрированы. Значит, мы оплатили Pre-Trip Inspection. И начинаем делать Pre-Trip Inspection. Заходим в PTI. Значит, такую радугу мы открываем. Значит, мы с вами издаем так. Сначала мы изучаем парсер, то есть, детали. И название деталей. Больше ничего. Пока изучаем детали. Первый шаг. Значит, что мы делаем? Вот у нас есть видео. Мы открываем видео, да? То есть, не просто, а мы учим чего-то. А мы открываем видео, да? Открываем видео и смотрим, что это такое. Педагог, мы слушаем, да? Видите, Clearance Light. Педагог нам наговаривает название деталей. Мы видим, да? То же самое здесь, видите? Читаем и повторяем. Читаем и повторяем. То есть, ничего учить специально не надо. Просто читаем и повторяем. Читаем и повторяем. То же самое, да? Читаем и повторяем. Теперь далее. Если вам трудно читать, то есть, английским повторять трудно, то мы для вас приготовили специальный, вот, как на русском это читается, да? То есть, Clearance Light. То есть, вы можете, вот здесь есть переводы, и здесь есть у вас повторение, как вы можете на русском читать. Если вам очень трудно читать, вы можете говорить вот таким образом. То есть, вот, поэтому теперь вы дальше идёте, когда вы сделали, вы можете пройти тест, да? То есть, переходите на тест, вот, сейчас я покажу, да? Сюда переходите на тест, вот, открывается у вас тест. И теперь у вас, вы можете отвечать здесь тесты, да? То есть, что у нас с вами, помните, был первый Cleanse Light, правильно. Всё. Второе, что это у нас с вами, да? Да, мы смотрим, Signal Light, Emergency Light and Reflectors, правильно, мы отвечаем. То есть, вот таким образом мы отвечаем на тесты, и мы понимаем, что вы уже готовы. Вы уже готовы к этому тесту. То есть, и вы дальше уже проходите, если мы пойдём сюда, дальше, когда вы прошли все тесты, все тесты, значит, у нас с вами Section A, это у нас вперёд кабины, вот, вперёд трака. Section B, это сторона трака, задняя часть трака. Section C, это вес трейлер. И Cupring System, это система соединения трейлера и трака. То есть, когда вы прошли, теперь вы можете прийти на Description, именно уже на описание, да? Вы переходите на описание, здесь у вас также есть видео, которое вы можете смотреть, которое вы можете смотреть. И также то же самое у вас есть на Insight Cabin, переходите на Insight Cabin, смотрите видео. То есть, это вы тренируетесь, можете тренироваться, это дома можете, а заочно это учиться, без разницы. То есть, это вы можете это делать. Начинаем заниматься в классе с вами. В классе занимается русскоговорящий педагог, который вам объясняет и вместе с вами пытается вам, чтобы вы научились правильно говорить. В этом ничего сложного нет. Теперь мы с вами переходим к тренировке по паркингу. То есть, мы пытаемся учиться задом парковаться. Начинаем мы здесь у нас на симуляторе. Да, это симулятор был сделан на школе. То есть, таких аналогов нет. Есть другие, я не спорю, но таких аналогов нет. То есть, здесь реально, как настоящий тракт, мы по зеркалам учимся подавать задом, учимся менять линию, учимся заезжать 90 градусов. То здесь мы все учимся. После этого потом мы переходим уже на реальный тракт и там делаем то, что здесь мы научились. Очень легко это запомнить, легко это очень сильно помогает. Последний экзамен – это road test. То есть, это езда по городу, которую вы должны сделать. И сдать экзамен. После этого вы считаете, что все сдали. Вы получите уже CDO. Вкратце я вам рассказал, как в нашей школе вы можете сдать экзамены спокойно, без вашего английского и получить CDO. После окончания мы трудоустраиваем. Во время обучения мы обеспечим вас жильем. Тоже не проблема. Вот мой телефон на экране. Вы можете звонить и отвечать на все ваши вопросы. Меня зовут Евгений. Так что всего доброго. Звоните. Мы ждем вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.